Это видео сняли дети на игровой площадке поселка Рассвет. Большая рыжая собака внезапно прыгает на пятилетнего мальчика со спины, так что ребенок падает. К нему бросаются взрослые. Подбежавший первым мужчина хватает собаку и за размаху бросает о землю. Кадры сделаны сверху, так как юный оператор от страха залез на качели. Эти слова показывают, что на видео попал только финал истории. Остальное известно из рассказов очевидцев. Они утверждают, что перед этим собака бросалась и на других детей. Сейчас правоохранители говорят о двух пострадавших, а свидетели утверждают, что нападений было больше. Я непосредственно и очевидец, и человек, который 10-летнего мальчика отбивал от собаки. Мальчика укусили за спину, за руку и за голову. Он также обратился в больницу с укусами и его также оставили в больнице. Одного за голову, спину и руку, это старшего мальчика, другого за голову и третьего малыша она повалила и за спину. Но я так понимаю, что, видимо, одежда спасла малыша, что укусов не было. Местные утверждают, что видели собаку впервые. Она бегала по району, сидела у ступени магазина, словно кого-то искала. В комментариях под постами, что разлетелись в соцсетях, пишут, что якобы видели, как животное привезли и выбросили. О таком же сценарии говорят и зоозащитники. Взрослый мужчина ее смог отманить. То есть, значит, она на взрослых реагирует нормально, а на детей, ну, может, она жила с детьми, ее ребенок обижал, еще что-то. Они же по-разному, животные, реагируют. Ее, скорее всего, сюда привезли и выкинули. И, скорее всего, ее выкинули по этой же причине, то, что она на кого-то кидалась или бросалась. И поэтому от нее просто избавились. Люди не захотели брать на себя ответственность. Эту версию косвенно подтверждают и фото, и видео. Собака выглядит чистой и ухоженной. Животное даже позволило незнакомым людям привязать себя к дереву. Теперь в этой истории разбираются правоохранители. Пока уголовное дело завели по статье «Халатность». В настоящее время организована проверка исполнения уполномоченными органами и организациями законодательства, регламентирующего порядок отлова содержания безнадзорных животных. В настоящее время собака отловлена специализированной организацией. В целях защиты прав неопределенного круга лиц будут приняты меры прокурорского реагирования. На данный момент собаку отвезли в приют «Континент-Плюс», который по муниципальному контракту занимается отловом безнадзорных животных. Здесь ее проверят на бешенство, вакцинируют и стерилизуют. Здесь она и останется, если животному не найдут новый дом. Редко, но такое все же случается. Порядка десяти собак, вот таких агрессивных, либо крупных, с нашей помощью, с помощью наших волонтеров, спасибо им большое, мы пристраиваем. Нам присылают фото привета из дома, волонтерам присылают, волонтеры нам, что животные дома расцветают, как бы агрессия пропадает. Подобные случаи легче предупредить, чем исправить. Решением могло бы стать обязательное чипирование домашних животных. Тогда бывшего хозяина беспризорного питомца можно быстро найти. Такой проект обсуждался на государственном уровне, но так и остался лишь инициативой. Поэтому пока лучше не оставлять детей без присмотра. Ведь в этой истории только молниеносная реакция взрослых спасла малыша от более серьезной опасности. Юрий Безбородых, Андрей Сенчагов, Первый Тульский.